Всем привет! И сегодня с панда у меня пришел Xiaomi Mi 9 Lite, кажется так он называется, на 128 гигабайт. Это глобальная версия представленного в Китае Xiaomi CC9, смартфон, который получился очень классным, народ ждал, когда выйдет его глобалка. Вот она вышла, сегодня мы ее распакуем, посмотрим комплектацию и в ближайшее время, реально в ближайшее время, я выпущу на него полный обзор. Протестируем камеры, NFC-шки, там экран, автономность, производительность, как обычно. Поехали! Шла посылка недолго, мне кажется, что меньше чем 2 недели. Ссылку на продавца, на товар, я выложу в описании к этому видео, можете зайти, заказать и вам придет то же самое, что и мне. Пакет. В пакете у нас лежит дутик, причем такой, знаете, массивный дутик, это очень серьезный. И в нем находится упаковка Mi 9 Lite, полностью запечатанная, причем судя по запечатке, это именно заводская печать. Мне кажется, что продавец коробку не открывал. Тут тоже надписи на английском, это реально глобалка. Сейчас мы ее вскроем и позыркаем, что же у нас внутри. Рон-тун-тун. Вот этот красавец. Здесь у нас какой-то, что это такое, язычок для поднятия телефона. Очень интересно упакован. Смотрите, здесь выступающие края. Зачем-то. Первый раз вижу такую упаковку у Xiaomi. Знаете, он как будто недозапечатан, но полагаю, что так и должно быть. На экране у нас пишут основные преимущества. 48 мегапикселей камера, 32 мегапикселя фронталка, 639 Full HD плюс AMOLED, 4030 мАч батарейка и Qualcomm Snapdragon 710 вместе с NFC-шкой. Круто. Смотрим дальше, что у нас в комплектации. Я думаю, что здесь стандартно находится чехол, да, потому что Xiaomi уже ввели в правило вкладывать эти чехольчики. Чехол черный, судя по всему. Ну, как всегда, крутой фирменный чехол Xiaomi. Дальше идет европейская зарядка. Зарядка огромного достаточно размера. Я думаю, что она поддержит какой-нибудь Quick Charge. Все верно. 5 вольт, 3 ампера. Это 15 ватт. 3,2, 18 ватт, 12 и 5 тоже 18 ватт. 18 ватт, хорошая зарядка. В коробочке остается только классический USB Type-C кабель. Ничего нового. Все еще поражаюсь тому, как организована вот эта липкая штука. Я заметил, что она идет по задней крышке, огибает вот здесь вот грань, да, и переходит на экран. Зачем Xiaomi так запаривались, понятия не имею. Чего тянуть, чего страдать. Будем снимать этот замечательный, замечательный слой защитный с телефона. Огибающий, реально, блин. Xiaomi, не лень вам было так запариваться. Сам смартфон. Задняя крышка стеклянная. Выглядит офигенно. Скорее всего, это Gorilla Glass какой-нибудь. Тройной модуль. Один из которых 48 мегапикселей. Грань у нас матовая, металлическая. Тоже красота, просто не могу. Сохранили отверстие для наушников. Спасибо им за это. Оставили инфракрасный порт. И так, ну это микрофон. Снизу стандартный микрофон, динамик USB Type-C. Очень приятный на ощупь смартфон. При этом он достаточно компактный. Рамки у него узенькие, да. Сам смартфон узенький. Держать его вполне удобно. Пока наш смартфон включается, посадим его в чехол. Оценим, как он там сидит. Замечательно сидит. Камеры у нас не выпирают в чехле. Поэтому царапаться специально они у вас не будут. Чехлы вообще в последнее время у себя очень и очень качественные. Каких-то претензий к ним, ну, нет у меня претензий к ним. До меня, кстати, дошла легенда, что вот этот логотип Xiaomi это индикатор. То есть он может мигать при звонках, смсках там и прочее лажа. А на этом наша распаковка заканчивается. Если хотите посмотреть полный обзор этого смартфона, подписывайтесь. Водка на пулечку должна появиться. Ставьте лайки и включайте колокольчик на канале, чтобы не пропускать мои новые видосики. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok